Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 14 глава, 6 по 11 стих. Во время уже празднивания дня рождения Ирода, дочери Диады пресала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою пообещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отец Иоанну голову в темницу. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Воображение немного свое, развеете? Здесь мы коснемся вопросов, которых почти не касается в этот день. Что такое рождение? Что такое пляска? Что такое царственное величие? Какие требования бывают? Какую роль заменяет женщина во всем абсолютно? Вот в этом месте все соединилось. Двенадцать праздников, говорят, в году. Дву на десятый. Какой же это праздник? Голову отняли. У меня близкий знакомый, мальчик в школе учится. И в этот день он не пошел. Бабка пошла в храм и его взяла. Учительница спрашивает, а почему ты не пришел? У нас праздник. Голос такой мужской. А какой праздник? Ивану Крестителю голову отрубили. Учительница ничего не поняла. Как? Голову отрубили. Там, где смерть, там печаль. Иуда сделал заговор. Среду. Две тысячи лет пост идет. Среда. В пять Иисус Христос распят. Кто считает праздником? Никак. Праздник – это не работать, праздным быть. Это на столе у тебя прекрасная еда. Как в Израиле было каждому кусок зажаренного мяса и лепешки. А здесь праздник. И попадает на воскресенье. И сегодня храм спрашивает, а как сегодня будет? В воскресенье нет поста. А тут пост. Ну так, среднее. Далее, разрешается растительное масло. То есть на какой-то компромисс пошли те, кто составляли. Праздника нет. Памятная дата. Притом, дата эта нигде не отмечена в Священном Писании. А так вот. Показалось, подумали, решили. Настройтесь на то, чтобы выслушать и правильно праздновать Дни Рождения. Прочитаем мы сейчас 22 свидетельства из Священного Писания, которые называются Словом Божиим. Называются Святой Библией. Чего у православных вообще нету. Ну ведь православные, если так глубоко копнуть, требуем внимания к себе. Верующим мы или не верующим? А если верим, то во что верим? Ему говоришь, так написано. Да мало что написано. Он безбожник. Он хулитель. Богохульник. Господь говорит, и горы содрогаются. Ведь мы хрестное знамение совершаем не просто так, а перед Христом, на котором распад Христос. Матфея 3.7 22 свидетеля сейчас перед нами будут стоять здесь. Научат, как нам рассуждать. Увидевшую Иоанну многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, по рождению Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Ехидна – это ядовитая змея. Представьте, к нам приезжают люди в июле на крещение. Батюшка вышел и смотрит. Мало людей-то здесь. И вдруг храм наполненный. Вот как нынче там 17 человек с ребенком крестились. Он бы сказал, вы, по рождению Ехиднины, ядовитые головы ваши, зачем приехали сюда? Ведь время придет, которое свидетельство у нас выдают людям, такого-то крещения был, все как есть сказано. И вдруг это требуются священники, когда человек готовится стать священником. А когда был крещен, а доказательства? Он покажет, читает. Алтайский край, какая-то потеряевка. А вы где живете? Да всю жизнь здесь родился, в Петербурге, а другой в Москве. И у всех одинаково. Вопрос-то еще там будет. Это на этом вопросе многим глаза Бог откроет. Целые города, целые епархии, где покрестить невозможно. Мокрой ладошкой иди, главное заплати. Понимаете, что мы незримо сейчас высеем семена для будущего. Что такое рождение? Сколько видов рождения Писания? Ни на один вопрос православный ответить не может. Да из вас-то многие ли это знают? Как только начинают сейчас говорить, так заснули. Не все. Есть, которые стоят и не падают. Это наш подвиг православный. Стоя, спим и не падаем. Почему он так говорил? Мне вот иногда говорят, да, священники. Вот вы сказали такое обречительное слово. Но вы предвидели, что будет дальше-то? Мне не надо думать об этом. Бог закрыл от меня, я не знаю. Он сказал, иди и скажи. И когда коснулось дело менять власти в Израиле и в Иудее. И в это время Бог посылает какого-то сына пророческого. Он приходит. Приходит не куда-то, а как совет в Филях. При Кутузове было. И там сидят военачальники, генералы. И он говорит, у меня слово есть к вам. К кому? Он говорит, к тебе. Он как, может быть, маршал был. Он вышел. Он говорит, Бог помазует тебя царя израильского и иудейского. Ты что, городишь? И начинается разговор. Он берет сосуд с собой, вылил на него. Ты царь. И убежал. Заходит все. Еще он смотрит, капает масло с него там, елей. Ну да вы знаете, эти сумасшедшие-то приходят. Нет, ты скажи. Понимаете? Почувствовали что-то не то. Да говорит, ты царь. Я говорю, какой же я царь? Ну, царя я служу, министр обороны. Все сразу встали, провозгласили царь. Каждый снял одежду и бросил перед ним. Когда Христос шел в Иерусалим, постилали одежду. Это означает, тело мое, которое является одеждой для души, оно полностью покоряется тебе. И что он дальше сделал? Июй. Я говорю о том, как свящает пророков и как отвергает. И вот Иоанн Креститель знал это, что так будет. Он должен был сказать. А послушает и не послушает. Может быть, ему не открыто было. Не знаю. Потому что он видел здесь беззаконие. Почему? Ира живет. Брата убил, жену отнял. Если брат умрет и детей нету, ты должен взять ее. Она не нравится. Закон не говорит, нравится, не нравится. И должен восстановить семя брату. И первый, когда ребенок рождается, будет величать по имени умершего. Закон такой. А здесь пристало. То есть, хотя он отнял, но теперь он восстановляет и дочь. Дети были? Беззаконие на беззаконие идет. Знаете, сильно развитое воображение, когда у режиссеров они ставят фильмы, это поставили как. Было из-за чего в голове его загружиться. Как она в прекрасное одеяние танцует. По одному сбрасывает перед ним. И показывает всем видом, что она его хочет. Что бы ради он полцарства отдавал. Златовус говорит, молись, что второй раз не стало совещание по-другому. Ты пойдешь голый, вторую половину царства отдашь. Ты нищий пойдешь отсюда. И это все в женщине. Как закружилась голова. Имея несколько жен, еще одну увидел. С крыши убил, как Давид. А своя-то десятка куда? Я отнял, и мужа убил. Моислав, знаете эту историю? Поэтому, меня спрашивают, с чего решили, что в одном месте сказали, что женщина это смерть. Я никогда не говорил, что женщина это смерть. А почему не говорил? А потому что и христианство 7.1 сказано. Слушайте внимательно, женщины. Сестры дорогие. Как одеваться надо? Как сюда приходим? У нас устав есть. Доброе имя лучше дорогой масти. И день смерти, дня рождения. Значит, день смерти лучше дня рождения. Значит, праздновать надо день смерти, но не день рождения. Из святых, которых память, это все день смерти. День рождения только у Яна Христителя отмещается. Ни у апостола Павла, ни у кого нет. И далее 26 стих. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее селки. Не смерть, она горьше смерти. Кто совратил Адама? Почему он поверил? Это совершенно другой разговор. Но это так. В Адаме все умирает, а во Христе все живут. Мы сейчас перед Богом стоим. Что-то вы не будете знать. Но запомните это место. О чем сейчас прочитали. Экклесиас 7, 26 и 8, 8. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него на днем смерти. И нет избавления в этой борьбе. И нет спасения. И не спасет ни чести, ни честивого. У нас жила тут врач хорошая. И она говорит, вот каждое утро делай гимнастику, пробежку. Ну отчего-то же я умру. Ну хотя это ты помнишь, что этот день может быть сегодня. И может отсюда никуда не отойдем. Вздохнул последний раз и нас с чем предстанет. И видя, что человек живет не по-евангельски. Вводят дружбу, ходят, обедают друг у друга. Приветствующего участвуют в злых делах его. Так Писание говорит. Да я пришел... Я говорю, Писание. Уста должны быть закрыты. За каждое слово перед Богом отвечать надо. Церковь определила, как нам себя вести абсолютно во всем. Ты видишь беззаконника. Ну обречил ты его или нет? Я вот спрашиваю. Ты знал, что советская власть была? Да. Ну возраст. Ну я постарше других. Мне приходилось писать всем генеральным секретарям партии. О беззаконнии, которые в стране. Как они будут отвечать? Меня... Кто там? Главный партор в Барнауле. Он вызывает. Это ваше письмо было. Да, это разобрать все дела. И ни разу не было такого, чтобы убрать. Я писал в ООН. Масонам. Что будет за то, что вы готовите? Вам тоже придется умирать. Ты где-то, хотя бы соседу скажи, что видишь, что он не так. Он не верующий. А ты скажи, умрешь и с этим пойдешь. Что ты много взял денег, это ничего не значит. Сегодня осудят полковника там где-то, военную где-то. Только долларов избрали. Взяли у него 1,4 кубометра. Кубометрами. А наши, которые русские деньги, это целый грузовик. Это все взятки какие были. И теперь, теперь нет ничего, решетка. Прикинь, какое у тебя было здоровье? Куда оно ушло? Сколько же я Богу задолжал? Да почему раньше-то не пришел? Сегодня такой вопрос задают. Вот сейчас бы вернуть назад. Что бы вы хотели в своей жизни изменить? Я бы не в 23 года услышал. Вот в этом месяце будут некоторые знать. Есть такая дата, от которой вы как-то зависите. Считаем. 12.34. Матфея. Порождение Ефинины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Когда человек прикидывается, он такой добрый, то другое. Змея уже во рту сидит. Сколько зла, непочтения к священству. И о властях-то как сказать правильно не знаем. Мы сейчас поговорим о том, как Господь говорит, чтобы мы знали, как праздновать этот день. А этот день все-таки празднуют люди. Бытие 40 глава, 20 стих. Давно празднуют люди этот день. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих. И вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодане. Дальше история известна, что и как. И сегодня маленькие дети показывают это все. Родители говорят, сколько ему лет? Там семь. Свечи зажигают, там торт или что-то. Задуть надо. А мало того. Есть такое слово, оно не евангельское. Челкнуть все. То есть, дышится разума. У детей лимонад надевают, льют в стаканшке. Челкнитесь, ударьтесь один над другой. А кто растет? К чему мы привучили? А что можно делать в день рождения? В храм сходить. Если приготовился, причаститься. Посетить болящих. Может занятия, из кому-то заселительца Господи. Провести его по-христиански. Это на дне рождения. Далее. Матфея 22, 24. Ой, винов. Ну да, 22, 24. Матфея. Учитель Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя. Это само подтвердить. Все. Это все по Писанию было. Он знал это, знал. И Христа призывал. Это явно крестителя послушать. Но когда коснулось ради возлежащих, чтобы подумали, как он поступает, сказал слово свое не меняет. Он лучше, чтобы он старался, изменил свою пряку. Нежели так. Иклесиаста 8, 8. Вы считали? Так, Псалу. Исход 32, 19. Что такое пляска? Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горором. Бог сотворил. Единственная книга, которая была в руках человека, написанная не человеком, а самим Богом, была разбита. Ну, по-нашему сказать, гибель в руках он изорвала и бросил. Зачем она нужна? Он только ушел 40 дней. И уже все. Быка вылили. Возвращаемся в Египет. Избрали старших себе. Там нашлись люди, которые уже революцию сделали. Какой был его гнев? Бог осудил этот гнев? Нет. Только теперь сам будешь писать, там выдавливать на каменных скрижалях. Судьи. 21-21. И смотрите. Когда выйдут девицы к селомске плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц селомских и идите в землю Вениаминову. Такая история случилась. Они совершили грех. Носили колено одно. Другие повернулись. И евреи против евреев. И уничтожили всех. 400 человек только осталось. И они бежали где-то, скрылись. Но дело-то идет. А как? А теперь вот виноградный день. У нас день жатвы. Тоже такое было где-то. И когда они выйдут, будут плясать, а вы где-то затаитесь, приглядитесь, какая понравится. Хватай и тащи. А дальше там будет. Так и было. Они каждую схватили себе по невесте, пошли дети. Вот танцы добром не оканчиваются. Исследователи показали, что... Если мужчинам говорят, а почему вам не плясать на танцах мужчины с мужчиной... Ну, вот другой разговор. Нет. То есть это называется утонченный разврат. Мы этого не знали. Наша мать знала. Иван Геленев, она говорила, не вступайте в треонеры, не пришите никогда. Ну, и дальше уже говорила. Псалом 57-4. С самого рождения отступили нечестивые. От отробы матери заблуждают, говорят ложь. Что празднуют? Речь идет не об одном человеке. Вы сможете сказать, когда люди празднуют день рождения, скажите, а что вы отмечаете? Что год вы решили, и Бог вас не поразил. Больше-то ничего нет. За этот год ты кого-то приобрел. Ты посещал больных, узников. Ты творил волю Божию, вставал с молитвой и молился. Ничего этого нет. С чем поздравляет? У меня поздравления, там мы даже, мэр города там бывает, от губернатора. С чем поздравляет? Мы знаем, есть другое. О рождении свыше. Вот с этим надо поздравлять. Мы сейчас к этому коснемся. Иоанна 3.3. Если кто хочет знать подробно о рождении свыше, кто имеет доступ к интернету, зарядите. О рождении свыше. Отец Геннадий Фаст. Я знаю, многие отвечают на это. Но это самое лучшее. Потому что он рожденный. И он маленький был, и все время спрашивал, родился я или не родился. Он так заботился об этом. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. День рождения, знаешь, в паспорте записан. А день рождения свыше, скажи, кто знает православные. Вот мы делали исследование, большие люди выходят из крестилки. 50 человек, и ни один не отметил, что это означает, зачем. Только одна заговорила и говорит, что папу мало, что я ему сунула еще дополнительно. Я говорю, а почему? А БХС говорит? Она директор ресторана, ей проверка, и грозит срок. Ну, сказали, сходи, покрестись, может быть, отлынет от тебя. Ни один не знает. Я неоднократно видел. Батюшка служил в Тобольске. Пока священник зашел брать там бутылок, мазать миром, я заговорил двое молодых людей. А почему вы креститесь? Я не знаю, это товарищ. А ты почему? В армию берут, а ведь там дедовщины убивают. И баба сказала, а ты, а я с ним, мы друзья. Ну, а кто такой Христос? Друг друга спрашивают, ну, какой ты инопланетянин, наверное. Никакого понятия нет. В Славгород не приехал, со священником. Точно так, только отошел, женщина крестит, стоит в тазике. Я подошел, а вы во Христа верите? Торговка сразу выскочила. О чем вы с ней разговариваете? Я у ней восприемница. Я спросил ее только, кто такой Христос? Она говорит, я коммунист, отстаньте от меня. У меня неприятности на работе. Священник выходит, я ему говорю, вы кого креститесь-то? Это враги Божии. Да вы что? Ну, спросил хоть один раз, в какого она верит-то? Во Христа или, говорится, с рогами и с копытами? И сразу священник кончил, и не стал. Маленько людям говорите. А говорить надо о том, что Христос умер за нас. И наш грех распял его. Не просто он умер, умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Ты должна об этом день и ночь быть благодарна душа. Иоанна 19.11 Иисус отвечал, ты не имел бы дано никакой власти, если бы не дано, не было дано тебе свыше. Свыше? Власть? Президент? Он бы этого не сделал, что сейчас делается, если не дано было свыше. Свыше? Это утвержденное Богом. Рождение свыше. Вот вы сами напишите, как вы обратились к Богу? Конкретно вы, стоящие сегодня в потерянецком храме, 11 сентября. Как изменилась ваша жизнь? Насколько она отличается от той, которая была до этого дня? В какое время? И обращается через Слово Божие. Не так, что вдруг меня осенило, а я... Нет. Вот он сам шел, убийца. Очистил Иерусалим. Христиан нет. У женщины детей хватал, мужчин тащил. Идет, и вдруг свет осиял, и заговорил с ним сам Бог. Трудно тебе идти против вражна. И теперь ослеп, сидит, приходит Анания, епископ, и теперь идет разговор. Господь говорит, я покажу, как много он пострадает. В этом месяце, 27 сентября, будет крестовое движение. 27 сентября 1962 году в 17.00 я первый раз прикоснулся к Библии. Сошел с корабля, на рейде стояли, пошел в кино, и Бог привел. И было покаяние, и было рождение свыше, и сразу же Бог дал крещение Духом Святым. Я на себя смотрю, это не я. И уже к вечеру караван кораблей весь знали, при моей перспективной жизни, что я учился в высшем мореходном училище, на разных языках, с выходом за границу. У меня есть деньги, здоровье, все есть, внутри пустота, прорва. И весь карван кораблей знали, лапкин сошел с ума. Такую карьеру зарубить. Я с первым уже матроса стал говорить, живем неправильно, Христос умер за меня. Позади 60 лет. Дата. Вот 27-го будет. Господь не позволил ни разу идти на компромисс. Бывают родные, близкие поднимаются. Это никакого значения не имеет, все это временное, видимое, временное, невидимое, вечное. Я вас просто умоляю, прошу проверить себя. И спросите других, кто знал вас до момента обращения. Если этого не было, ничего нет. Это сухая, засохшая смоковница. Она шелестит листьями, пришел, научился, кланяется, где. Это все механика. Это можно научиться. Хотя некоторым уже сколько раз говорил, поясной поклон делай так, чтобы среди на лба, не сюда ставь руку, не куда-то сюда. Где пуповина твоя от матери родился. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, одесную справа, помилуй меня грешного и поклонись так, чтобы рука в пол могла достать, не сгибай в колено. Это поясной поклон. Никак попало. И руки не держите никогда опущенными. Ни одной иконы нигде нет. Почему? Опущен на руки, дрожащие колено, Господь отвергает. Ты должен идти и говорить, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Открываем. Так. Притча 29, 18. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Если человек получает рождение свыше, даже грамоты маленькой или никакой нету, Бог все открывает ему. Ну, какие рыбаки? Какая там? Рыбу-то сосчитать. И чем они питались? Рыбы. Чинили сети. То есть, совсем бедный класс избрал Христос. Но он открыл им, что такое рождение свыше. Это рождение от Духа Святого. Когда человек делает анализ буквально в несколько минут. Неправильно. Все неправильно. Вот когда так, как ходят, просто я за бабушкой ходил, теперь вот хожу здесь. Меня Бог ни разу, нигде, как сказать, не задержал в стороне и не сказал, как должно быть. Не делая, что другие люди делают, я знал, я погибший и буду в аду. Абсолютно определенно. В одном месте был настоятель, и я, говорит, ухожу, и я могу сделать так, что вас уже сейчас поставят настоятелем. Перед самым моим обращением, как Господь показывает. Это жажда была. Это жажда, каждое слово приходилось это выискивать. Евангелие не видел, Библии не слышал. И Господь увидел эту тоску смертельную. Если просто ты ходишь за родителями там или как-то, начни исследовать. Не завтра, сегодня. Иоанн Креститель не подыскался никому. А Христос когда говорил, змеи, даже не по рождению Хинины, прямо. И кому, говорит, фарисеям и саддукеям. То есть господствующие классы религиозные. Всех признал одни змеи. Перед Иоанном Иоанном Златоустом стоит полный храм. И он говорит, а я людей не вижу. Я вижу стадо лошадей, которые разговорами своими кучи навоза принесли сюда. На это говорили, он не проповедник. Он только ругает и ругает нас. А другие говорили, ну убедил. Там он, видишь, широк открытый. Туда идут твои прихожане, выпивают местослужбу. Обратил ты их? А я не говорил, что всех обращу. Ну хотя бы некоторые. Вы-то пришли хоть 20 человек-то. Я за вас буду отвечать. А вы им скажите. Вы просили слишком много. Я говорю об Иоанне Златоусте. Об юноше, как он говорил. Во время службы разговаривает. Ну прям сегодняшнее в храме большом. Разговаривает, даже не видит, что в алтаре делает, а что священник говорит. Я только сказал. Ну зашел на центральном проспекте. Знаешь, Непольский собор. Заходишь направо. Причем не знаю. Торговая точка. Стоит мужчина в шапке с папиросой дымящейся. И рядом собака. Дверь закрыта. Я потихоньку ему говорю. Нельзя с собакой как? Он вышел. Кто наблюдает, не знаю. В это время сразу служка. Выбежал прямо на улицу. Вы что ему говорили? Я говорю, с папиросой нельзя. И шапку снять надо. Да и собака это осквернение храма. Иди вот своих баптистов в пучей, а к нам не лезь. А как кто знал, что я баптист? Это значит, священник там. И он ему сказал. Он сам бы не побежал где-то. Трагическая обстановка у нас. Главное, это мамон. А Господь говорит, не может себе служить Богу и мамоне. И там, где платятся за крещение, за вещание. Это все недействительно, где деньги участвуют. Почему? Это симония. Получил даром, получил. А отдай даром. Даром получил, даром давайте. И ты где бываешь, скажи людям. Вот у нас книга есть такая, писем о православии. Оттуда люди делают выписки, распечатывают. Ну, здесь и за границей. И дают священникам. Священники приходят, некоторые в страх, а другие парни выброс. То есть, абсолютно не верующие. Иаков 1,17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Свыше. Даже ты милостью не подал. Слово сказал. Но у тебя никакой парнии нет. И это свыше. Вот приходили ко мне на занятия в университете. И там баптисты задавали вопрос. А как вы считаете, вот у нас баптисты, вы говорите, мы не церковь. Ну, а рождение свыше. А вы признаете Иисуса Господом? Конечно. Я вам говорю, написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ответ 1. Но это первая ступень. Вы дальше не идете. И вне церкви оказываетесь. Не бойтесь это сказать. А православные знают почти никто. Когда я был неверующий, я в храм ходила. Ну, ходила в храм, но я была неверующая. А теперь подошли двое и сказали, ты хочешь изучать Слово Божие? Свидетели их голову. Самая быстро распространяющаяся секта. Все до одного задействованы. На пенсии бабка не сидит. Она по домам идет, слышно, за руку держит. Я неоднократно с ними беседовал. Стучатся, заходят, там, для бухонемых или как. Почему? Мы не ходим. Да еще, мало того, свои осудят. Кому надо, сам придет. Лежало тысячу лет до нас, пусть дальше лежит. Этого не одобряет Господь. Ты, 17, якобы. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот качество какие. Он не может старшему хамить, там, говорить, злодейство делать, его уважать. А скверное слово с товарищами не будет нигде говорить. Это мудрость свыше, которая умудряет человека найти Бога, служить Ему и после смерти быть со Христом. У нас, как говорят колесные христианства, первое, в коляске прикатили покрестить, второе, Кадиллак приехал, повенчались, и третье, дороги пришли, похоронили. Все. Один вопрос только, верующие или неверующие. Под разными видами только о покойнике забота идет. Хоронят цыганского барона, это у них начальник. Сразу вопрос. Деньги есть на ворожили, на наркотики. А вам как, священник спрашивает? Чтоб священник вас, когда привезете в группу, встретили? Конечно, батя. Ну тогда не три тысячи, а тринадцать стоит. Хорошо. А теперь отпевать только я буду или хор? Батя, с хора, но это уже сорок две тысячи. А теперь провожать. Наконец, семьдесят, сто пятнадцать, они совсем согласны. Идет торг за душу, которая уже в аду находится. Спросите батюшку, он это подробности, я от него знаю. А другой не хотел этого делать. В Грузии прислали. И пока он шел, ему полные карманы денег-то оттолкали. Ты, поп, не дури. Ты с голоду помрешь без нас. А кто? Ну это вор в законе умер. На гробу его, куртка лежит, свой обряд где-то. Заплатили большие деньги, какие-то сейчас калавры похоронили. А почему? Дали такие деньги, что весь монастырь подняли на ноги. Ну и разговоры были везде. Ну, лежит со святыми. Ну, мы же знаем, что у него душа есть. Ну а кто такие деньги даст? Нет больше денег-то, нигде. Только как посмеяться над нами. А дьявол очень богатый. Падше, поклонись мне, и весь свет тебе отдам. Осия. 8-1. Трубу к устам моим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. 9-1. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы. Ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейственные дары на всех гумнах. Дружба с миром есть вражда против Бога. Якова 4-4. Ну и что? А впереди два слова стоят. Прелюбодея и прелюбодейцы. Прелюбодея, то изменяешь жене или жена мужу. А то ты Богу изменяешь. Все по-мирски. И разговоры, и действия. Ты все поставь на рельсы Евангелия. Что тебе людей будут приводить. Наоборот, ты вот что нам говорил, скажи здесь. Одно слово только. И человек по-другому. Ранее утро ко мне встречаются в Барнауле. Ну открыл. Стоит там человек может 8. Молодежь все. Дедушка, вы нам в прошлый раз, вот мы здесь в Барнауле лежу, тут ящики стоят. А что за ящики? Да виноград тут везде. Это мы вам подарок привезли. Вот такая стопа ящиков винограда. И сначала отнесите, пояс не ушел. Потом поговорим. О Боге несколько слов. И они все до одного пришли. Больше не надо ничего. Один мне есть нечего. Я только освободился. Не обманываешь? Нет. Я ему дал, а сам в следом иду. Он зашел и сразу в пивной отдел. Я денег подлил, руку забрал. Ты обманщик. Он теперь помнит это, очень даже помнит. Пользуйтесь каждым моментом. Вот воспользовался сатана моментом. Убить Иоанна Крестителя. Да убили. Златоуз говорит, то блюдо, где только что было мясо, теперь течет кровь и голова пророка. Он в это... Что он там делал? Ну молился. Подходят, друг, пошли. Взмах топора. Весь мир это теперь известно. Бедный Ирод. Несчастные радиады. Плесовица эта, которая... Где вы теперь? А Иоанна Крестителя все знают. Нет большего среди рожденных женами. Ответы мы просчитали. Ну вот так почти все. И в откровении этим же самым заканчивается. Чтобы мы искали Бога, и Он стоит у двери и стучит. И кто отворит, к тому войдет и будет вечерять с Ним, и Он со мною. Говорят, картина-то хорошая, но скобки нету. А ответ такой, скобка изнутри. И дверь туда открывается. Он стучит в наше сердце сегодняшними местами писания. Чтобы мы, молясь, не только просили на сегодняшний день, но и о будущем. А еще молиться Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, какой же ты был мужественный. Какой ты путь жизни избрал. Он не просто ушел в пустыню, а благоместность. Весь Израиль двигался на Иордан. Сотворите достойный плод покаяния. Достойный плод. И в этом же вот на этой неделе, в пятницу, если Господь благословит, будет у нас престольный праздник. Если благословит Господь, будут люди. Я хотел вам сказать всем, с кем переписывайтесь, скажите, что в этот день, у нас день открытых дверей. Могут приехать люди, конечно, чтобы с собой папирос не было, одетые по корме. И они могут побыть у нас здесь на богослужении, а дальше будет видно. Будет митрополит, я не знаю, как Антоний, или как Новый, к которому территория-то относится. И митрополит епископ, и митрополит Сергий. Батюшка, мы были главой администрации района, пригласил Сергея Александровича звать. Ну, кого могли, пригласили. Так, вы своим знакомым дайте звонок. У нас радостный день. А что, почему святого Амфима Никомедийского, когда я был в Синоде, в Нью-Йорке, но так как я насчитывал жития святых, я знаю, это единственный святой, я вчера говорил об этом, в котором вся община взошла на небо, до единого. Община не 32 человека, как у нас, 32 тысячи. Всех сожгли, ни один нет ступень. А выходят, там уже разожженный треножник, рядом куски мяса, руку протяни, положи и иди. Больше ничего не надо. Ни один. Некоторые были некрещеные, видимо. И оказалось, что в толпе шесть, что ли, епископов. И вот я сказал, он нас спасает. У меня 18 раз разживали в лагерь, когда деревни трещиней было, 19 раз. А он в огне был, почему-то подумал, что возьмем его как бы попечитель, чтобы не было, мы молимся Господи, чтобы не было у нас здесь воров, огня, и нечистых духов. Богу нашему слава. Поверь, грехи, креститель, моли Бога о нас.